МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Квадратные метры» и я, Владимир Сергея Яков. Здравствуйте! Коротко о главных темах выпуска. Когда прекратится загрязнение озера, о сбросе нечистот в микрорайоне Патрокол, из аварийного в старое? О процессе переселения во Владивостоке на улице Грязелечебница и в находке на улице Гагарина. И снова о борьбе с неплатежами. Очередной рейд судебных рпистовов на улицу Сабанеева. А теперь обо всем подробнее. О том, что бытовые канализационные стоки микрорайона Патрокол сливаются в открытый водоем, стало известно общественности около года назад. Но бюрократические проволочки и судебный тяж бы не кончаются, а озеро на берегу бухты Соболь продолжает загрязняться. Когда решится проблема, пытались выяснить наши корреспонденты. Вот здесь, собственно говоря, вы видите, как вода из озера вытекает в море. Особенно это заметно в период дождей, когда озеро переполняется, и с наших верхних этажей видно прям, как, знаете, такая, коричневые потоки. В микрорайоне Патрокол на протяжении нескольких лет канализация двух улиц Сочинской и Басаргина вытекает в реликтовое озеро, а из него в море. Жители микрорайона считают, что их территорию пора объявить местом в чрезвычайной ситуации. Летом, конечно, был ужас. То есть, когда проезжаешь, чувствуешь откровенно смрад. Этот запах разносится на весь микрорайон. И, конечно, странно, потому что много очень семей с детьми, с маленькими, которые дышат вот этим всем негативом, скажем так. Вот, поэтому, конечно, меры надо срочно принимать. Канализационные стоки попадают в озеро из-за неисправной системы канализации, которую город не принял на баланс у застройщика компании «Дальспецстрой». Система оказалась брошенной, никем не эксплуатировалась и подвергалась разграблению. Мы находимся как раз на насосной станции, которая должна была перекачивать все канализационные стоки от нашего микрорайона в очистные сооружения. Вчера произошел пожар. То есть, все то, что не успели, видимо, сгорело. Дальспецстрой развалился до конца, как структурой, а город не может принять недостроенные, грубо говоря, недооборудованные сети, потому что тогда должны это сделать за свой счет, а это вытекает в очень хорошую копейку. Поэтому никто в данном случае не берет на себя ответственность по приемку этих сетей. Чтобы спасти оборудование от полного разграбления, специалисты Примводоканала приняли решение демонтировать все уцелевшее и проверить его пригодность для дальнейшей эксплуатации. Мы сняли это оборудование, чтобы не было дальнейшего разграбления и не стоило в этом дальнейших больших затрат. В данный момент проблема следующая. Чтобы это законно эксплуатировать, надо объявить это как минимум бесхозным. Либо определить собственника и передать нам. Сейчас надо решить этот вопрос по правомерной эксплуатации данных сооружений. Канализация льется в озеро второй год. Жители обращались в городскую администрацию, в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Все упирается в вопрос собственности объектов канализационной сети. И он до сих пор не решен. Жители микрорайона с ужасом ждут лето, когда начнется жара и активные испарения канализации, которая в конечном итоге перетекает на пляжи Бухт, Соболь и Патрокол. Как ситуацию комментируют эксперты. Департамент охраны природных ресурсов заказал целое исследование и потратил 400 тысяч бюджетных средств для того, чтобы точно узнать, что туда сливаются нечистоты. Это зачем нужно было делать? А мы сегодня привлекаем прокуратуру, надзорные органы для того, чтобы заставить уже несуществующее предприятие сделать то, что они не смогли делать уже давно. То есть тупик на самом деле. Надо принимать на баланс города этот недострой. В том числе есть право законное у мэрии, как бесхозяйное имущество, принять на баланс, стать его собственником. Тогда они получат законное право использовать бюджетные деньги. Если вопрос передачи канализационной системы затягивается, эксперты предлагают объявить микрорайон Патрокла зоной чрезвычайной ситуации, что позволит упростить поиски финансирования на восстановление системы. О многострадальном доме номер 2 по улице Грязелечебница мы рассказывали уже не раз. Дом гниет, рушится и капитальный ремонт ему не помог. В прошлом году его признали, наконец, аварийным. Но расселение пока не началось. А жить в нем уже опасно. Как ускорить процесс переезда, выясняла наша съемочная группа. Это успели только телевизор убрать, так вот кусок мне вот сюда на лицо прилетел. Старая штукатурка сыпется на голову и оголяет деревянную обрешетку. И это неудивительно. Кроме того, что дому уже 101 год, под полом первого этажа много лет стоят грунтовые воды. О, плавает все. В подъезде все тоже, только страшнее. Промокшие стены все время двигаются. Ремонт делать бесполезно, потому что каждые полгода дом ходит ходуном, и стены вываливаются, просто вываливаются. Поэтому что внизу, что на втором этаже, ну просто в этом доме жить просто опасно. В прошлом году жителям через суд удалось признать дом аварийным. Но очередь нуждающихся в городе длиннее, чем количество свободного жилья. Администрация Владивостока поясняет, на внеочередное расселение могут претендовать только малоимущие. Недавно получили письма, где администрация говорит о том, что признание дома аварийным не говорит о том, что вас тут же расселят. То есть всем говорят, чтобы они признавались нуждающимися и малоимущими. А сбор справок, ну как бы такой проблематичный. Если у вас есть какое-то имущество больше, чем как бы на 1 миллион рублей, то вы уже малоимущим не признаетесь, и нуждающимся тоже. Сергей Киричек пока единственный из жильцов, кто получил статус малоимущего. Ему предложили 4 варианта жилья из маневренного фонда. Две квартиры в поселке Трудовом, одну на Камской и одну на Шаморе. Однако все 4 собственника не устроили. Жилье не соответствует санитарным нормам, потом без воды, без отопления. Начальнику я написал заявление, что я отказываюсь. И написал в заявлении, что нету документов на этих квартиры. Сергей Иванович опасается того, что если он переедет такую квартиру, то останется в ней навсегда и потеряет право собственности. Между тем, эксперты разъясняют. Действительно, в маневренном фонде документы на право собственности не выдаются. Заключается только временный договор. Но право на получение благоустроенного жилья никто не отнимет. Сейчас стоит задача, если дом действительно ему угрожает жизни и здоровью граждан. Первая задача – это переселить в маневренный фонд. И если граждане будут отказываться от предоставляемого им маневренного фонда, администрация обратиться в суд с иском о принудительном выселении и перезаселении в маневренный фонд. Но граждане не будут терять то право на предоставление им благоустроенного либо улучшенного жилья, когда у администрации появится это возможно. Итак, учитывая опасное состояние дома, эксперты не советуют жителям затягивать с переездом. У собственников, в отличие от нанимателей, есть еще вариант продать администрации свою квартиру по остаточной цене. Но поскольку она будет очень низкой, лучше все-таки соглашаться на временное жилье. А затем требовать от мэрии благоустроенных квартир. Если чиновники будут тянуть с переселением, понудить их действиям можно через суд, предварительно обратившись с заявлением в прокуратуру. Если в сад городе из аварийного дома переселяют в неблагоустроенное жилье только на время, в находке подобные квартиры предлагаются в качестве постоянных. С жителями улицы Гагарина встретился наш корреспондент. Вот дома, в которые мы должны были переселиться с Добролюбова 20. Дома были, все окна сделаны, двери вставлены. То есть обшивка уже практически на всех домах была. Но в 2014 году прекратили строительство. Мы должны были в 2015 году в декабре сюда заселиться. Жители деревянных бараков района Гагарина в находке по программе переселения из ветхого и аварийного жилья должны были переселить в новостройки на мысе Оставьево. Однако стройку заморозили. Квартиры переселенцам администрация находки стала приобретать на вторичном рынке. И состояние этого жилья у людей сразу вызвало множество вопросов. В бараке, где живет ветеран войны, осталось три жилых квартиры. В соседнем бараке одна. Дома регулярно подвергаются нашествию мародеров. Они пытаются демонтировать пластиковые окна, деревянные двери, линолеум и даже разбирать стены. Я забиваю двери, я забила все окна, потому что жить здесь просто невозможно, понимаете? Меня выбивают двери, мне бросают камни в окна, мне кричат «выезжай», потому что кому-то нужен брус. Жители жалуются. Тем, кто не хочет переселяться в предложенные квартиры, а сам приобретает жилье, предлагают заниженную выкупную цену. А для переселенцев приобретают квартиры в старых домах по стройке 53-го, 62-го, 70-х годов с большим процентом износа. Но есть граждане, которые утверждают, что им не предложили ни жилья, ни денег. Наш дом снесли, нас 5 человек, трое детей, я инвалид. Снесли наш дом, ничего не предоставив. Мы еще не выписаны, мы проживаем на таких вот руинах. Как комментируют ситуацию с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья в администрации Находкинского городского округа. По прошлому году был объявлен аукцион и администрации города было приобретено 74 квартиры по программе ветхого аварийного жилья. Из этих 74, 52 квартиры уже переданы гражданам города. По информации администрации, от 22 квартир граждане отказались. 17 человек не устроил предложенный район Астафьево. Пять человек пожаловались на неудовлетворительное состояние жилья. Администрацией Приморского края была создана комиссия в составе представителей градостроительного департамента, государственной жилищной инспекции и администрации города Находки. Комиссия признала 4 из 5 квартир технически пригодными. В пятой были обнаружены неисправности проводки, которые устранили. Что сейчас следует под казнякам? Это суд. То есть администрация выходит с иском о принуждении заселяться в те объекты недвижимости, которые приобретены в рамках 44 ФСЗ по аукционам. Так есть ли у переселенцев из ветхого жилья основания оспорить решение администрации о принудительном переселении и должны ли они соглашаться на любое предложенное жилье? Данный вопрос регламентирует статья 32, 86 и 89 жилищного кодекса Российской Федерации. Площадь квартиры должна соответствовать площади квартиры, которая была ранее, не меньше. Квартира должна быть благоустроенной и пригодной для жилья. Однако квартира может быть предоставлена также и на вторичном рынке. Также эксперты поясняют, выкупная цена квартир должна быть не ниже рыночной стоимости в данном населенном пункте. В случае, если граждане считают, что их права нарушены, они могут обратиться в суд. По данным Минстроя, коммунальные долги населения в России превысили 645 миллиардов рублей. Из-за недостатков правовой базы бороться с должниками непросто. И даже когда имеется судебное решение, возврат денег – дело трудоемкое. В одном из рейдов с судебными приставами побывала наша съемочная группа. Двери открываем. Судебные приставы. Больше 200 тысяч рублей жильцы трехкомнатной квартиры задолжали за коммунальные услуги. И это только за тепло и горячую воду. Как выяснилось, собственник давно без работы, поэтому пользуется благами цивилизации бесплатно. Сестра должника признается – уговоры не действуют. Искать работу человек не собирается. Сидит и все, ему хорошо, телевизор, все. Ничего больше не надо. Теперь телевизор арестован. Его плату долга может быть реализован на торгах. А рейд судебных приставов продолжается. Тем, кого не застают дома, оставляют повестку с требованием явиться самим. Уклоняющихся могут подвергнуть принудительному приводу. Пристав будет работать по поводу розыска счетов, установления места работы и доходов каких-либо у должника. Если будут найдены расчетные счета, там были заработная плата, установленные места работы, то исполнительный лист будет отправлен бухгалтерией для удержания. Сегодня долг населения Владивостока за тепловую энергию составляет 1 миллиард 896 миллионов рублей. Но при этом компания ДГК по-прежнему идет навстречу абонентам и предлагает реструктуризацию задолженности. Мы предоставляем такой срок рассрочки до полутора лет. И равными частями, может неравными частями оплачивать, как должнику будет удобно. В этот момент прекращают начисляться штрафные санкции, забираются исполнительные листы за службу судебных приставов, отзываются с мест работы, с пенсии. И должник может в добровольном порядке производить гашение задолженности. Только за прошлый год более тысячи потребителей филиала «Приморская генерация» АУ «Дальневосточная генерирующая компания» заключили с поставщиком тепла договор о реструктуризации долга на общую сумму более 41 миллиона рублей. Это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Напомню, все материалы выпуска вы сможете найти на сайте otvprim.ru. Если у вас есть, что нам рассказать, звоните по телефону 221-4011. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok